Недахопы у работе по импорту замяжения означают у Гродинской области. Так, доля региона у агульно-республиканским объеме импорту товаров повышается, при этом доля экспорту понижается. Специалисты означают, что темп росту ввозу товаров замяжей перевысил темп росту вывозу. До того же анализ показывает, что не все реализуемые мероприемства и программы импорта замяжения мают свой плен. Так, у Гродинской области по этой программе працуют 32 предприемства. После проверок держконтролю высветлено, что больше за 10 инвестиционных проектов, накерованных на понижение ввозу товаров замяжей, реализуется неэффективно. А 5 районов в области в Вогуле не удельничают в программе. В Рогознице на Крахмальном заводе была внедрена новая линия. Огромные суммы дельничных средств были задращены, на которой должна была производить модификационный крахмал. Однако эта линия теперь вместо крахмала производит экструдированную муку, которая не является импортозамещающим продуктом. Еще одно предприятие, которое, может быть, надо было бы назвать «Лида хлебопродукт». Когда-то еще с 2010 года там начали реализовывать проект по производству макарон группы А таких. Ну, на самом деле, проект не реализован, совсем другие макароны там сегодня производятся. Но и по ним производственные мощности загружены только наполовину. У вынеку, как было отзначено на коллегии, держконтролю, импорт этих продуктов по краине вырос у двоя. Специалисты означают, что вырошить эту проблему может квалификованный подход до реализации пълных проектов политики импортозамещения. К этому пытанию в области, как и у республицы, надается особливая увага, покольки импортозамещения является одним из складальников экономической безопасности державы.